Неделя кино со всего мира в Иванове завершилась. В областном центре подвели итоги международного фестиваля имени Андрея Тарковского «Зеркало». К сожалению, специальный гость, актриса Рената Литвинова, несмотря на обещания, не приехала. В целом, церемония прошла в демократичном, как отметили организаторы, формате. Награды и дипломы вручили в Большом зале кинотеатра «Лотс». Первые слова благодарности были обращены к зрителям. Спасибо за эти полные залы и за эту неделю, которую мы прожили вместе. Я очень надеюсь, что с этого года и навсегда главным героем фестиваля «Зеркало» будет именно зритель. Меня спрашивали, а как звезды? Звезды – это, конечно, очень важно. Я думаю, что в нашем фестивале довольно много звезд, но главные звезды для нас – это вы. Традиции. В этом году на фестивале работала зрительская жюри из числа ивановцев. Молодежь смотрела программу российских фильмов «Свои. Прошлое здесь и сейчас». В результате обсуждения приз достался ленте «Война Анны». На наш взгляд победил в программе «Свои» фильм, где, как это символично, наверное, где маленькую девочку «Зеркало» защитила от войны и «Война Анны». Этот фильм очень понравился почти всем членам жюри, потому что там очень сильный сценарист, очень сильный режиссер работал. И есть определенный символизм в том, что сам фильм, сюжет разворачивается за стеклом, в каминной трубе. И здесь есть тоже небольшой символизм. Возможно, и поэтому также этот фильм был создан для того, чтобы победить на фестивале «Зеркало». В этом году фестиваль «Зеркало» был объявлен территорией эксперимента. И в каком-то смысле эту идею воплотили участники творческого кампуса «Юность». Начинающие кинорежиссеры со всей страны попробовали свои силы в выполнении творческого задания. Сняли 27 историй о судьбах случайно встреченных ивановцев. За время фестиваля участники кампуса успели подготовить трейлер и его презентовали на церемонии закрытия. Я мать свою видела только один раз в жизни, когда мне было 14 лет, когда она ко мне приехала из Сибири. В Сибирь умотала. Догадаться, в Сибирь умотать. А что она приехала? На дочку посмотреть, что она приехала. Посмотрела и уехала? Ребята получали задания, выходили на улицу, встречались с реальными людьми. И пытались как раз ответить себе на эти вопросы, а интересен ли им другой человек. Если интересен, то, наверное, стоит заниматься кино. А если нет, то, может быть, искать какой-то другой способ узнавания этой жизни. Специальный приз «Зеркало» за вклад в кинематограф. В этот вечер получил оператор Жозе Пеланчи, который работал с Андреем Тарковским над картиной «Ностальгия». Ленту показали на большом экране. Кроме того, у зрителей была возможность лично пообщаться с мастером. И я была счастлива рассказать о том, что случилось во время работы с Тарковским. И какие-то маленькие секреты технические. Самая большая интрига фестиваля – кто же получит главный приз «Зеркало» – победитель озвучила председатель жюри, режиссер и сценарист Марина Разбешкина. Гран-при жюри. Мы присудили в фильм, в котором люди улыбаются, несмотря на то, что там у них огромное количество проблем. Я очень ценю иронию и очень ценю улыбку. Мне кажется, что это очень важный компонент в нашей жизни. И без этого всего нам очень сложно жить. Поэтому Гран-при достается фильму «Не забудь меня». Зрители «Зеркало» отмечают – в этом году фестиваль стал более открытым и доступным для жителей области. Чудесное совершенно новшество. Можно получить аккредитацию за очень доступные деньги. И посещать два фильма ежедневно, любые, на выбор. То, что я и делаю сейчас с большим удовольствием. Эти поездки в Юрию чудесные. Мне кажется, что шаг на встречу зрителю из закрытого мероприятия, из такой тусовки для избранных, он действительно стал фестивалем, куда могут прийти люди. Но, как известно, совершенству нет предела. В следующем году организаторы обещают сделать фестиваль еще лучше, исправив все недочеты. Чуть упростили и усилили билетную службу, еще какие-то вещи сделаем. Пойдем, но, касательно того, что фонус нужно ставить в залок чуть побольше. А какие-то перспективы показывают, которые, например, в Москве добивается первый залок октября. Здесь нужно ставить залок чуть поменьше, чем ваш первый в лоди. Ну, то есть, как-то мы понимаем уже и лучше чувствуем аудиторию, чем когда мы, сидя в Петербурге, в Москве, расписываем все театры лось и понимаем, кто там придет. В рамках церемонии закрытия кинофорума в память режиссера Киры Муратовой показали последнюю картину «Вечное возвращение». Ренату Литвинову и Ивановцы смогли увидеть лишь на экране.